В Украине запущено радио «Армия ФМ», которое было разработано Министерством обороны Украины. Новый проект был представлен 1 марта в Киеве советником министра обороны Украины Алексеем Макухиным. Пока что радио работает в тестовом режиме, только через интернет. Этот проект создан за деньги частного американского фонда «Спирит оф Америка». Сейчас проект ждет радиочастоты от Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания. По словам Макухина, радио предназначено только для военнослужащих. Но транслироваться будет в открытом доступе. Он добавил, что трансляция рекламы по радио не планируется, но не исключается. Мы запустили радио «Армія ФМ» в тестовом режиме поки что. Что означает тестовый режим? Это означает, что у нас сейчас есть музыка и новины. У нас заплановано много программ, от 10 до 15 программ, которые мы уже проговорились, так как только будет установлено обладнание, уже там в студии мы сможем начать производство. Но уже сегодня в нас запускаются несколько программ. Это будет хит-парад украинской музыки на выходных. Это будет программа «Стопфейк». Это будет еще одна программа про современную музыку. Это будет программа «Стопфейк» и программа «Стопфейк» про тоже украинскую музыку, но более жесткую роковую. Кроме того, что мы работаем сам контент, у нас идут технические работы студии, продолжаются. Мы также ждем на отримание частоты Национальной Ради. У нас хороший диалог, спецпрация с ними, поэтому мы ждем, что в ближайшее время мы уже отримаем частоты. Найбільшая его уникальность в том, что это радио, которое делают военные и делают в первую очередь для военных. Тобто тематика, проблематика, которая будет бороться, это, что интересует военность в военном. Конечно, это открыто радио, оно в ФМ-диапазоне, оно зарегистровано так же, как и другие коммерческие радио, поэтому его может слушать любого. Но, в принципе, мы спрямованы на то, чтобы отвечать на те вопросы, которые турбуются военнослужащих. И что еще важно, что мы рассматриваем это как важный зворотный связок с военнослужащими. Реклама в нас, она не планируется, хотя она может быть с часом. То есть, соответственно, к законодавству она там может быть и, возможно, в какой-то час мы до этого приедем, для того, чтобы укрепить эти деньги, власно, для радио. Вещание армии ФМ планируется и в Донецкой области. Первыми городами на Донбассе, где начнет работать радио, будут Волноваха, Артемовск и Константиновка. В конечном итоге разработчики планируют увеличить радиовещание вплоть до линии разграничения, где находится последняя линия обороны украинских военных. Сейчас в штате работает 9 человек. Все они работники Министерства обороны Украины. Виходячи из того, что это радио для военнослужащих, то мы ведем умовления на территории, где находятся наши военнослужащие. Поэтому это территории проведения антитерористической операции, ну, то, что вы сказали, прифронтовой территории. Вы говорите, что это радио для военнослужащих, работа на радио непосредственно ведущих, которые новости, это тоже военнослужащие бывшие, может, или обычные? Почему бывшие? Это дающие военнослужащие, просто военнослужащие, ну, там есть военнослужащие и цивильные, которые тоже работают в Министерстве обороны. Да, мы, ну, есть такие уже попередние договоренности, что некоторые просто известные радиоактивники тоже хотят учиться и вести отдельные программы. То есть работники, это работники Министерства обороны? Да, работники, профессионники Министерства обороны. Макухин также заявил, что Министерство информационной политики не участвовало в создании радио «Армия ФМ». На жаль, на счастье, не знаю, ни Министерство информационной политики никак не брало участие в этом проекте. Министерство информационной политики. Министерство информационной политики. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова